Мэр Юрий Гришан в прямом эфире ответил на вопросы журналистов Авторадио Магадан. Речь шла о ближайших событиях в городе. 1 июля пройдет голосование по поправкам Конституции Российской Федерации. Этот день объявлен нерабочим. Также в эту дату колымчане независимо от возраста смогут поддержать на избирательных участках инициативу присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести». Кроме того, мэр рассказал о порядке проведения ежегодного дня памяти и скорби. 22 июня жители возложат цветы на Марчиканском кладбище на Аллее памяти и в сквере Победы к мемориалу «Узел памяти», после чего в Муниципальном центре культуры откроют третий зал галереи боевой славы. Также мэр объявил об отмене парада, посвященного Великой Победе, который планировали провести 24 июня в столице Колымы. Тема парада не раз обсуждалась. Я вам хочу сказать, что парада не будет, но не из-за даже эпидемиологических мероприятий. И это связано с тем, что когда начали комплектовать уже колонны наших военнослужащих и так далее, мы вообще готовились к параду 9 мая. И военнослужащие, они у нас в основном контракты, они тоже ходят в армию, в отпуск ходят, да, армейцы ходят в отпуск. И получилось так, что к 24 июня уже их невозможно вернуть из отпуска и сформировать нормальные колонны, чтобы это достойно прошло в городе Магадане. Также Юрий Гришан добавил, что 23 июня день основания Магадана состоится. Городу в этом году исполнится 91 год. По словам мэра, все участковые учреждения культуры уже спланировали множество мероприятий на свежем воздухе. Пройдут выступления концертных команд. По мнению Юрия Гришана, проведение массовых мероприятий на улице в данном случае не представляют угрозы. В частности, на открытом пространстве парка Маяк территория позволяет соблюдать социальную дистанцию. Утро 23 июня начнется с возложения цветов к памятнику первопроходцам на смотровой площадке бухты Нагаева.